Так, во что мы верим и бесящие вещи. Часть 2. Так, ну что меня бесит? Ладно, не важно, что меня бесит. А, Артём Булевич, ты меня бесишь, блядь. Ну и те, кто выбивает сапки. Очень много сапок. Так, ТикТок. 2% людей ненавидит. Всего лишь 2%? Ну, как сказал бы Соловьёв, 2% г... Не важно. Плохие сиквелы фильмов. 7%? Плохое пение. Чё? Ну, я, чё? Велосипедисты? В смысле? Не по 12% людей ненавидят велосипедисты. За что? Когда тебе приходится идти пешком. Что? Отменённый план. Терять ключи. Да все ненавидят, а чё, кто-то любит, блядь? То есть 15% людей не любят терять ключи, а остальные такие, блядь! Сейчас бы ключ потерять. Вообще кайф. Чё за говно? Я думаю, 100% людей не любят терять ключи. Это же, блядь, хуёво. Запись к врачу. Ну да, а кто-то любит писсуары. Вот, кстати, реально ненавижу писсуары. Неудобное говно. Упражнение. Одежда зацепилась за дверь, блядь, бесит, реально. Пьющие люди. Вообще раздражает, сука. О-о-о-о! Математичка, сука. Наушники запутан. Да не, у меня не такие, у меня нормальные. Семейное собрание? Чё, блядь? Какое нахрен семейное собрание? Не работает лифт. Блядь, особенно если ты живёшь на каком-нибудь 60-м этаже Москва-сити. Ха! Споткнуться у всех на глазах. Вообще похуй. Открывать газировку. Я её не употребляю, вообще похуй. Я тебе ебать! Вот, меня бесит такая музыка, кстати. Слишком уж она какая-то... Приторная. Какая-то она, не знаю, ну, дичь. Людей чего? Забыть отключить звук. О, особенно если это на стриме, ты такой отключил. Типа отключил, думаю, что отключил, как и начинаешь там. И всё. Политики. О, ну, я не знаю, смотря, про какую страну говорить, если говорить про Россию. Хотя у нас... Ай, ладно. Стоматолог. Бля. И сейчас такой стоматолог смотрит видос. А, да? 40% людей ненавидит нас. Мы им, сука, значит, зубы делаем. А они нас ненавидят. Окей, а суетолог здесь есть? А, ну, конечно же, их все любят. Ваш бывший. А, да? Дерзкие люди. Особенно Fortnite. Что? Какие нахуй дерзкие люди в Fortnite? Что, бля? Ну, я дерзкий, и что? Что, меня все любят? Дерзкая школа, блядь. Холодное сиденье унитаза. О-о-о. Не, меня бесит, когда... Идёшь в ванну, короче, набираешь водичку в ванну. Заладишь. И как бы ложишься. И спиной так вот к этой вот, как бы, хуйня так. Оба, она ещё холодная такая. И ты спиной так оба так. А-а-а, блядь. И всё. Вот это, сука, раздражает. Мыть посуду. О-о-о. Поэтому я не мою. Ну как, я поем. И грязную чашку оставляю на столе. И она стоит грязная до тех пор, пока я ещё раз не пойду жрать. Вот. Только тогда я её помою и сразу накладываю и кушать. И иду кушать. А потом она опять стоит грязная до момента, пока я снова не пойду жрать. Да-а-а, да-а, да, я свин. Да-а-а, я свинота. Да-а-а, да-а, я. Да. Мыть посуду. Домашняя работа. Родители оставляют дверь открытой. Бля, плохая погода. Ну вот для кого-то плохой погодой считается солнце. А для кого-то, например, дождь, это наоборот круто. Кому-то нравится дождь. Мне нравится. Но. Только тогда, когда я дома. Вот когда я иду по улице, начинается дождь. Бля, сука, нахуй. Это бесит. Ох, блин. А когда дома сидишь, чилишь. За окном дождик. Капает. Такая пасмурная погода. Чисто человое такое, знаете, состояние. Такой сидишь, как бы балдеешь. Балдюш. Ну, блядь. На улице, если пойдет дождь, и мне на башню будет капать. О-о-о. Я все, я все, я все, я все. Работает только один наушник. Не тот заказ. Заказ. Скажи, жмела по доске. Фу, блядь. Просыпаться ранее. О-о-о. Младенцы. О-о-о. В самолетах, блядь. А, ну да. Каждый ведь летает в самолетах. Да я чисто в школу на самолете летал. Ну да. А причем самолет. Неважно где. В любом месте, если младенец начинает орать, въезжать, это очень раздражает. На улице, в магазине, в торговом центре, в автобусе, в подъезде, в квартире. В любом вонючем месте вот эти вот дети раздражают. Плохой интернет. О-о-о. То есть, серьезно, 83%. То есть, есть какой-то еще процент людей, которых это возбуждает, походу. Ложиц. Не-а, не-а, блядь. Карантин? Че? Во, а кто, 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 кто? Не, наоборот, круто. Я, я б хотел, чтобы еще раз карантин сделали. А че? А че? А че? Все дома сидят. В школу не ходят. На работу не ходят. Все стримы смотрят. Балдюж. Сразу опять рекламодатели приходят. Там денюжка. Отличное времяпрепровождение. Э-э-э, че-то. Не, я карантин провел охуенно. Я, наоборот, только за то, чтобы был снова карантин. Утром спишь. За окном машины не шумят. Тишина. Балдюж. Выходишь в магазин на улицу, никого нет. Машин нет. Людей нет. Идешь, кайфуешь просто по пустым улицам. В центре Москвы. Вы бы знали, как я кайфовал. Выходишь днем, вечером, ночью. Никогда никого нет. Просто пустота, блядь. Как будто реально апокалипсис случился. Как в The Walking Dead, блядь. Ходишь и думаешь, так, где-то сейчас зомби должен пробежать. Видите, все. Мошенничество в настольных играх? Че? Быть наказанным? Ну, только если наказанным твичом. Люди, думающие, что всегда правы. Я, 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 я. Мокрые носки. Поставь игру на паузу. А, да? Люди без... Я, я, я. А? То есть 5% людей кайфуют с этого. Понял. 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 Привет, хочу начать стримить на твиче. Можешь сказать все запрещенные слова, чтобы меня не забанили. Ладно. Ну, ты понял. Я думаю, тут одним жестом можно понять, что я имел в виду. Привет, хотел тебе сказать. Привет. На хрена ты выпил воду? Такой приза в рулетке мы не выбивали. А ну, быстро выплюнь. Ах, какой хитрый засранец. Да как? Я не могу наступить на Лего. Неловкие ситуации. Трещины на экране телефона. Ну, ну, не, ну, в принципе, вот такие... Хотя это придает какой-то, знаете... Какую-то уникальность моему айфону. Вот эти вот трещины... Трещины сзади. Как будто так и должно быть. Будто бы этот, ну, такой дизайн. Знаете, вот эти вот полоски такие... Иду здесь вот так вот. Ну, в любом случае, конечно, неприятно. Ну, да. Реэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ было же то карен термин женщин который много требует и выходит за рамки нормального карен карен чё вообще впервые слышу это женщин термин женщин который много требует и выходят за рамки нормально утренний будильник обманывать партнера зачем они это делают это сука так манит и вообще не забывать что я должен 13 бля сейчас бы ключ потерять ваще кайф